здравствуйте кстати тоже очень громко можно говорить салам алейку тогда еще не было этого что не знал что адам и его кавказ с вами в этом шоу комики и блогеры перевоплощаются в исторических персонажей и отвечают на вопросы они если вы сейчас потеря не пугайтесь просто от нашего шоу в организме резко повышается уровень айкью и другие показатели у димы конкретно да ладно сегодня мы будем говорить об особом месте ученых и деятелей культуры в мировой истории и конечно раздавать баллы если участники отвечают правильно получают от меня лично два балла если неправильно но и оригинально смешно интересно как угодно по-другому за это отвечает почему-то я так хочу сказать да почему-то это дима раздает один балл от меня получается и все давай представлять участников под ваши аплодисменты если бы наш шоу называлась историческая квиз борьба то победитель бы был определен в самом начале юсиф участник команды квн имени меня по имени алексей шальнов поэтому мы об этом никому не будем говорить дима журавлев спасибо за понимание димочка лучший дим ты не первый раз был у нас есениным если не ошибаюсь да было такое куроресил как не в себя если честно можешь какое-то напутственное слово дать тем кто только начинает свой длинный счастливый путь квиз стендапу давайте веселиться но главное не победа же даже я будто бы сейчас разговаривал с куратором школьной лиги квн удачи просто веселитесь и получаете удовольствие ребят на самом деле победа главное потому что помимо вот этого ключевого я выиграл квиз стендапе мы же еще и приз разыгрывали потрясающе потрясающе я помню у меня был распечатанный листок на котором было написано поле чудес это билет в музей поле чудес был нефига себе это был не-нет это был распечатанный листок на черно-белом принтере на черно-белом текущем принтере я замотивирую я тут все главное что если какой сегодня при я расскажу более физически настоящий невероятно связан с с миром науки искусству и вообще этот подарок поможет вам понять тех кто творил раньше это советский букварь как и счастливые дети на обложке не даже не знают что их ждет конце концепта ты дальше не читал после дня а бвгд е-ж з ж з а это что-то какие-то буквы здесь не то а бвгд е-ж больше нет букв отличная ведущая а здесь а сразу а здесь гласный потом отдельно согласны извините откатываем к этому Забавно, если бы там было х, у и врата. М, з почему-то. М, з, б. А это кыргызский. Если ты хочешь, то давай, наверное, убери знание. Вот так учили людей, потому что страну потом просрали! Видите? Задом наперед! Ребята, у вас есть какие-то пожелания по поводу исторической личности, которые вы хотите воплотить сегодня на сцене? Кого бы вы хотели сыграть, все-таки, как артисты? Блин, я вот думаю, кто на меня такое впечатление произвел в жизни. Это, наверное, будет солист группы «Фактор 2» Илья Подстрельный. Так, ладно, хорошо, солист группы «Фактор 2». Дима. А, Юсиф. Короче, либо Анна Брежнев. О! Это было бы интересно очень. Кавказский вариант, да. Либо Джек Воробей. Нифига, у тебя разброс. Брежнев. Дима. Ты бы кого хотел сыграть? Я буду ходить в вашу передачу до тех пор, пока не сыграю Ивана Поддубного. Ивана Поддубного. Ладно, хорошо. Это круто. Потому что я его один раз сыграл. А, вот, я еще вспомнил. Сальвадор Дали прикольный. Я недавно просто гуглил, когда он умер. Извини, и ты хаял правильно ребят за то, что у них разброс большой? То есть солист Фактор 2 и Сальвадор Дали? Да, да, да. Ну, блин, у него усы вообще прикольные. Он даже когда умирал, вот с такими усами был. У него гроб вот такой. Идет, идет. Я просто офигел, что он умер в 1989 году. Сомнительно не так. Думал, что он где-то там. 16-17 век. Сальвадор Дали, кстати, придумал логотип Чупа-Чупа. Офигеть. Да. Ладно, за факты не даем баллы, понял? Мы еще не начали. Мы вообще пока не даем баллы, а вот с этого момента начнем давать, потому что у нас первый раунд, который называется Угадать копий. Для начала участникам предстоит угадать, кем они будут. Оля будет давать две подсказки каждому из вас. Вы должны будете угадать, кем вы сегодня будете. Если угадали правильно, два балла получили. Если вдруг какие-то сложности, ничего страшного, врываюсь я, показываю вам портретик, даю вообще подсказку в лоб. И тогда вы сможете... Странно, я показал. Подсказку в лоб. А, соответственно, лучше не стало, да? Лучше еще не показываю на руках, наверное. Если и тут не угадывать, извините, это уже минус два балла. Я сделал все, что мог. Олечка, с кого начнем? С Юсифа. Да. Тебя, наверное, достали шутки и всякие подколки про нацию. Да нет, вы что? Я поэтому с этого и начну. Красавчик! Один балл! Мы так сегодня будем вести. Красавчик! Нет, так обратно не работает. Все фишки не понимаешь. Национальный вопрос всегда поднимается вот в этот момент. Ему дали, мне нет. Вот видите. Да, справедливо. Мы Леху обидим. Один балл, Юсиф. И Лех тоже дайте. И Лех тоже один балл. И балл тоже дайте. Что ты боишься Юсифа? Очень невероятно, честно говоря. Твой персонаж? Угу. Афинянин. Кто ты? Пока все. По подсказкам. Аристотин. Если я неправильно отвечу. Афинянин. Что? Я просто сказал Аристотин. Если неправильно отвечу, ничего страшного. Платон. Просто сказал. Каких ты афинян знаешь? Геродот. Ну просто сказал Геродот. Я дедушка Александра Македонского. Как звали? Игнат Македонский. Игнат Петрович. Знаменитый. Дед Игнат. Оливки жрет. Игнат Петрович. Игнат Петрович. Его Македон Македонский. Потом сами фамилию взяли уже. Я тебе так скажу. Правильный ответ прозвучал. Правильный ответ прозвучал почти сразу, когда вопрос задавал. Ты сейчас можешь просто повторить его и получить 2 балла. Аристотель? Аристотель! Вау! А знаешь почему? Потому что он с бородой. Вечно вы на донатах живете, блин там. Блин, 10, брат. Давай у Алексея постараемся выведать, кто же он сегодня. Дим, то же самое сейчас. Вкидываешь по той же схеме. Хорошо, я собрался. Мама твоя, твоего персонажа, родом из Турции. Родом из Турции. Серкан Балат, скажите или я скажу? Ты уже сказала, спасибо. Илда, илдыс. Вторая подсказка. Ты автор гимна Российской империи. Может быть ты знаешь. Опа, поворот, да, в подсказках. Мусорский. Мама-то из Турции. Нет. Слава Мару. А, ну Чайковский какой-то. Ты автор гимна, но ты не музыкант при этом. Ты как бы текст придумал, то есть ты. Ага. Шаман. О господи. Блин, я думал надев очки мне будет легче. Да, тебе будет легче, потому что мы покажем портрет. Да, попробуй. Смотри. Маленькая подсказка. Ты однофамилец аэропорта. Ну, однофамилец не в честь тебя назван. Даже. Не-не, не в честь него. В честь другого назову ты однофамилец. Давай, Домодеденко. Нет такого человека. Внукова. Внуковчик. Внуковск. Внуковчик. Нет такого. Домодедов. Жуков. О. Жуковский. Да, все верно. Был такой Василий Жуковский. Вообще. Поэт. Поэт. Я не знал вообще. Среди людей с фамилией Жуковский. По внешности его узнал? Да, аэропорт есть Жуковский. Ага. Но аэропорт не в честь него назвал, просто на фамилии. Ну и вот он. Что? Дима. Давай Диме. Забавно, если он второй раз Есениным сейчас будет. Дима. Ладно, давай. Вы как будто мою домашнюю работу проверяете. Черт. Да, Журавлев. Скажи, что ты попылесосил. Все, слеза, все листики слезами закапаны. И вообще, что случилось? Сразу по первым же словам понятно из какой ты сферы хотя бы. Твоя главная и самая известная картина. Айвазовский. Подожди. Будь здоров. Нет, не Айвазовский. Висит. Висит. Во многих. Во многих. В провинциальных галереях. Блин. И все эти галереи утверждают, что у них подлинник висит. Ммм. Очкин. Еще. Восецов. Еще. Суриков. Еще. Малевич. Мне очень нравится, как ты в ответ смотришь. Нет. А я фамилию забываю. Картина. Очень сложная фамилия. Не запомню. Картина известная, а фамилия для меня... Черещагин. Не на слуху фамилия. Картина весенняя. Она такая... Левитан? Нет. Давай картину назовем. Знаменитая картина. Грачи прилетели. Да. А фамилия? Серов. Суриков. Нет. Почти. На С. Дальше буквы идем. Саврасов. Саврасов. Правильно. Алексей Саврасов. Есть. Вот такой ты будешь. Вот такой ты будешь. Оооо. Такой крутой. Ёл чувак. Класс. На самом деле невероятное. Действительно перевоплощение вас ждет. Офигеть. И начинается оно буквально... Прямо сейчас. С этой секунды. Ребята, мы вас с аплодисментами провожаем на грим. Мы вас ждем. И ждем вас обратно. Офигеть. Офигеть. О ask. Офигеть. Офигеть. Под ваши аплодисменты встречаем уже вновь к не одетых. Это Алексей Саврасов. Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Какой хороший. Скорячок-боровичок. Аристотель. Сандалика. И Василий Жуковский. Здравствуйте. Вау. А скажи еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Блин, нифига вы по тебе так не скажете, голос такой мощный. Я вообще, когда посмотрелся в зеркало, я думал, что я финалистка шоу «Пацанки». Можно скажу? Мне кажется, Леша очень похож на одного персонажа. Он злой жених из трупа невесты. Кстати, да. Опа, опа, опа. Дай мне, это бал за подмечалово тебе. А мы саврасовы такие. А Дима выглядит, как мужик, который книги продает на улице. Нет, я подумал, что... Опа, подай мне дротик. Ладно, бал. Типичная картина возле метро. А, и тебе тоже. Честно. Я подумал, знаете, на кого я похож? Я любой мужчина из ролика, который называется «Барбер сделал с бездомным». Я сегодня такой смотрела. Пожалуйста. Лето, притворился стариком, да. И сальто начал делать. Слушайте, ну а Юсиф, посмотри, Юсиф, это же чисто любой памятник вообще античности. Любой старый кавказец. Ну вам идет, вам всем удивительно. А ты еще Пьер Безухов. Да, кстати. И Чичиков, он очень похож на Чичиков. Да и, ну, в целом, по пятницам на Матриаршах, любой тоже. Я, знаете, кто? Я вот ведущий мероприятия 19-20-летнего. Всем привет. Хочешь себе шикарную свадьбу? Обращайся ко мне. Здравствуйте! Тут бородатых хотел спросить. Это же все невероятно еще тяжело носить. Это же... Ну, сейчас вы как себя чувствуете? Слушай, это просто волосы. Ну, это не так тяжело. У тебя вот здесь вот две сопрошки, потому что... Сказал, человек без бороды. Ребят, просто у Димы ничего не растет на лице. У него травма. Да. Поэтому он завистью смотрит на ваши. Это правда. Я брился в 18. Друзья, начинаем первый полноценный раунд, который называется «Я себя знаю». В этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах. Оль, с кого начнем? С Аристотеля. Давай. Итак. Висик, а у тебя на спине нет, да, волос? Нет. Просто... Это был первый вопрос. Два балла! Прикольно. Всем конкретные вопросы, философы, риторические. Я просто проверила. Как можно понять то, чего ты не видишь? Безумно можно быть первым. Вот я знаю, что у меня тоже нет волос на спине. Но ты же не видишь их. Они есть? Они есть. Я их не вижу. Если ты веришь, они есть. Один балл. Один балл. Один балл философу, конечно. За волосы на воле на спине. Где купить ваш марафон? Вот этого балла вы не видите, но он есть. Ой, будешь вести марафоны с такими темами? Плати налоги. Да. Давай. Круто. Итак, твой отец, его звали Никомах, был потомственным асклепиадом. Что это за слово, чем он занимался? Асклепиадом? Асклепиад. 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 Классический асклепиад. Ну да. Отец асклепиад, горе в семье. Я по четвергам к асклепиаду хожу. К асклепиаду? Вот, кстати. На кварцевание. Ну да. Вот, кстати. В то время не было дорог, все ходили просто по грязи. Как сейчас? В целом. И такой звук был. А, отец прокладывал дороги. Строитель? Отец делал сандалии. А, сапожник? Сандальник. Сандальник? Сандальник. Один балл за сандальничника. Хорошо. Асклепиады, это вообще мимо, кстати. Сапожник. Нет, смотри, Леша начал правильно рассуждать. Он сказал, я по четвергам хожу, как склеопаду. Ну, врач. Ну, врач. Да, да. Правильно. Да, врачевание. Я ждал, пока вы наговорите. Да. Асклепиады, это члены семейств, якобы ведущих свой род от древнегреческого бога медицины Асклепея. Они традиционно занимались врачеванием. Все. Все. То есть, греки тоже на медицинской, да, хотят все? Да. Да, тут немножко мы тебя не меняли. Понял, да. Следующий вопрос будет Василию Жуковскому. Цитата из письма. Да, да. Вашего. Слушай. Ты уверяешь меня, сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал, но я не получал, не получал и не получал твоих писем. Итак, бог судья тому, кто наслаждался ими. Что это сверчок, с которым переписывался Жуковский? Будто бы ты личные сообщения ВКонтакте 2011 года открыл, когда стихами общался. Ой, правда, было такое? Да, да, да. Немножечко я себе расскажу. Склеил кого-то тогда или нет? Нет. Я просто стихи писал. Другу. Да. Я просто храм строю сейчас. Ну, не важно, не важно. Что это за сверчок? Это с большой буквы. Сверчок – это обращение к какому-то человеку, его кликуха. Ну, то есть они переписывались. Это известная личность. Очень. Это очень. Кушкин. Да. Правильно. У Пушкина в лицее было прозвище сверчок. Да, здесь два балла. И получается Алексею Саврасову? Господину Саврасову. Господин Саврасов. Можно просто. Я из простых. Можно без господина. Ваш отец писал фамилию через «о», а ты стал подписывать через «а». Саврасов. Саврасов. Чтобы нас различали. Не совсем вопрос. Подожди. Прикинь, вопрос не в этом. Вопрос в том, кого называли Саврасами в то время. Что это за слово такое Саврасов? Лошадей. Вообще они из животной. Забыли животных. Человек, который совращал. Ах ты, Саврас. Саврасял. Он нам совращал. Хочет мне тут совращать. Саврасы, ну эти что ли? Ну кто? Предатели. Ну, Саврасы эти. Да нет. Вообще не то, да. А если вот один человек врет, и второй помогает ему и врет, вот он совратель. Он вместе с Саврасителем. Один балл добавлен. Это когда кто-то уходил, ну или уезжал из страны, все говорили, куда ты соврался, и вот Саврас. Саврас. Один балл. Куда ты собрался? Собрался, да. Воры какие-нибудь. Нет. Ну, падшие люди. Нет, это не падшие люди, это вот так называли молодых людей. Молодые, слишком молодые. Алкаши. Подростки. Это ЧВК Редан того времени, да? Дотеры. Дотеры? Нет, нет, дотеры это... Спьют-то его очень близко. А это такие, типа? Эмма, эмма, они были эмма. Они... Я знаю точно, они в Киевсе крылышки и колу на компанию брали, сидели в центре зала. Не совсем. Нет. Как еще называют вот футбольные? Такие еще футбольные бывают. Вот как... Фанаты. Футбольные с футбольными фанатами у вас, как вот этих людей. Пьяные? Они бывают и пьяные. Они бывают пьяные. А вот как... Болельщики? Я из Воронежа там только... Я не знаю. Шумные, типа. Вот, шумные. Которые шумные, дрочливые. Хулиганы. Да, вот пытались какое-то слово. Саврасами называли развязных, молодых людей. Господи, спасибо тебе. И хулиганы. И хулиганы. Два балла, Савраса. Аристотель, пожалуйста. Ты как будто заказываешь очень странный кофе. А Аристотель, пожалуйста. Будто бы его к врачу вызвали. Давай, Аристотель. Вот, пожалуйста. Это Оля статус контакта. Греческий салат. Аристотель, пожалуйста. Аристотель, вы были учителем Александра Македонского. И вы привили ему любовь к прекрасному. Да. В том числе, благодаря вашим наставлениям, Александр всегда рядом с кинжалом, вот этот предмет. Что это такое было? Книжку какую-то. Какую? Какую? Философия. Это, конечно, первая. Клаварь Ожикова от А до В, да? Вот этот первый том. Это известная книга того времени. Мне кажется, она была одна, там, ну, пять. Сколько тогда было книг? Не знаю. Тогда она была единственная, пожалуй, вообще. Тогда была одностраничная книга. Это просто деревянный кусок такой был, просто его переворачивали. Кирпич. Вторая страница. Законы Хамурапи. Это первое, считается, самое первое произведение вообще в мире. Это условно-художественное какое-то такое начинство. Это подвиги Геракла? И другое его произведение. Что там еще? Илиада. Илиада Гамера-Добала, да. Дима. А ты не так просто, как я думала, Журавлевка. А вы думали, я просто с кисточками вот это? А ты, оказывается, не дурак. Все нормально. Да, люблю грачей, и что? Живем. К Василию Жуковскому. К Звене Жуковскому. Слушаю. Он был вашим главным учеником. Да. Главным в плане статуса. Я понимаю, о чем. Прошу вас. И ваш ответ? Пушкин. Ты думал, один ответ на все вопросы? Да. Мне просто один ответ сказали, и я его применяю. А, я уже попал. Уже попал в Пушкина. Это был ученик мой, да? Главный – это игра слов. Про статус этого человека имеется в виду, да. То есть это какой-то правитель? Давай так. В России их было трое. Вообще-то реально был… Ну ладно, я их не скажу пока. Это будет подсказка. Да, Александры. Александр первый. Александр второй. Да, второй. Да! Здравствуйте! Я вернулся в игру. Динка. Как я забыл? Алексей. Блин, ну круто. Ты сказал Александр, а я просто добавил второй. Это было круто. Спасибо. Это офигенный пас. Мне не жалко. Мы русские друг другу помогаем. Кстати, тоже очень громко можешь говорить салам алейкум. Будет очень смешно. Ну это, тогда еще не было этого. Ты думаешь? Ну, Аристотель когда жил? Ты что, не знал, что Адам и Ева кавказцы были? Э, не грачи в натуре. Адам? Адам и Ева башкиры были, все же знают это. Все, давайте. Алексей Саврас, вы умерли в одиночестве? К сожалению, так и было. В казенной больнице для бедных? Для бедных. К сожалению, на ваши похороны на Ваганьковское кладбище пришли лишь несколько ваших учеников и он. Один известный человек. Кто? Известный человек мой современник. Да. Он с вами дожил ваше время, да-да. Правильно. А как иначе он мог прийти? Как пришел на твои похороны тогда? Реально, вопрос. Я структурирую мысль, что это какой-то известный человек моей... Вы тянешь время? Скажи честно. Николай Второй. Нет. Нет. А когда ты умер? Я больше никого не знаю. В начале 20-го я умер. Мы тебе не можем ничего сказать, иначе ты сейчас как-то бахнешь. Он при твоей жизни, собственно, был главным покупателем твоих произведений. Морозов или Третьяков? Третьяков, правильно. Павел Третьяков. Из дома два, да? Такие довольные, я не могу. Разно-то с Саввами. Рома, Лысый, с Ольгой встречался. В следующий раз называется «Что в имени твоем?». Раунд уровня «Изи». Значит, вам всего-то нужно узнать, что означает ваше имя. Значение вашего имени. Четыре варианта ответа. Одним из них вас сбивают. Вам надо сказать, какое-то. Кто-то из вас, возможно, царственный. Мы просто должны выбрать себе. Кто-то, чье-то имя переводится как «повелитель лошадей». Сиди пока. Кто-то лучший или превосходный. Кто-то защитник. Итак, мальчик поднял руку. Я могу сказать про него. Ты знаешь твое имя, потому что... Подожди, пока не говори. Ну не говори. Пожалуйста. Мы тебе дадим два балла. Я тоже твое знаю. А я твое не скажу. Я тоже знаю. А зачем ты будешь ему подсказывать, если он два балла за этот Скажи. Защитник. Ты берешь защитник? Берешь себе? Да. Хорошо. Аристотель, как ты думаешь, как переводится имя Аристотель? Аристотель? Как? Ну, слушайте, слушайте, аристократ. Аристотель, аристократ. Царственный, наверное. И Василий? Ты, по-моему, царственный. Тише. Пятый. Пятый Б. Ты царственный, потому что Базилев звали. Дима, ты знаешь, что твое имя означает? Дмитрий, что значит? Дмитрий. Да, сын земли. Нет, ладно. Мы сын земли. Мы сыны земли. Как классно. Ну, хотя тоже сын земли. Да, это всегда под моими ногтями. Мы тебе поэтому таких персонажей даем за время. Это грязненьких. Василий. Я думаю, что Василий превосходный, лучший. А что никто не взял повелитель лошадей, это имя Архип? Царственный, это Василий, и тебе подсказывали. А вот от того, что он меня подкузменить как-нибудь хотел. Ты же попросил с открытыми глазами, с раскрытой душой, прибежал ко мне в дождь, увалял на коленях. Я подсказал. Ну разве я достоин того, чтобы ты наплевал на мою подсказку? Да коли ты еще раз мне будешь указывать, что мне делать, на дуэль тебя? На какую дуэль? Я рисую! Ты хочешь блогера убить, придурки! Я сейчас, если честно, я хотел сделать вот так. Я думаю, сейчас вот так вот сделаю. Сразу видно, как этих КВНовских звездочек. Вот она, домашка уже пошла. Смотри. То есть реально сейчас, это не прикол. Потому что в Византии Базилевс, это сын, ну, в общем, сыновей называли Базилевс. Это производная Василия. Нет, это фильмы снимают, кинокомпания. Что ты мне лечишь? Итак, царственный, это Василий. Победитель лошадей, это Архип, конкретно мы взяли Архипа Куинджи. Лучший, превосходный, это Аристотель. А защитник Алексей, конечно. Черт. Следующий раунд, друзья, называется «Нам чужого не надо». Мы сейчас покажем каждому, каждому из вас четыре произведения. Три из них, они ваших рук, а четвертым мы вас сбиваем. Вам как раз это вот лишнее, чужое, и нужно найти. Отвечает Аристотель. И другие пытаются у него слямзить. Давай, брат, уничтушу. Протрептик. Некомахова этика. Трохинянки. На ленинградской трассе. Я придумала новое название канала себе на Интони. Трохинянки. Женское шоу «Трохинянки». Трохинянки. Девочки, мы теперь называем все женские форматы. Трохинянки. Четыре трохинянки. И история животных. История животных. Это Дроздов. Что такое? Это Дроздов, это не ты. Протрептик это здорово. Прохинянки это в Греции, что они там делали? А, что там шалили. Жопой крутили и переблюжили. Вот он, настоящий этот. Протрептик выбирали. Он мне катаракт увеличил. История животных, мне кажется, позже появилась. А остальное, ты вообще понимаешь, о чем речь? Ну, про трептик. Ну, это будто бы у вас сквенчик название. Это про трептиков. Про трептик это про трептик. Это про трептик. Это в Питере бордюр так называют. По трептик. Это сильно за Питером, знаешь, когда они даже поребрики. Дай за поребрик балл один. За поребрики всегда даю баллы. Один балл за поребрик. Спасибо, забираю себе. Так. Поребрик это круто. Извините, у меня был только один балл за поребрики. Ты, короче, выбираешь то, что ты понял. Я тут все понял. Я могу за каждого пояснить. Давай, поясни. Протрептик это про трептик. Протрептик это что-то с венерическим связано. Он медицины тоже шарил. Никамахова этика. Никамахова этика. Никамахова этика соседка была его. Вот он про нее тоже любовную историю написал. Она же трахинянка. Трахинянка это вот за что одна от него ушла. Трахинянка шестого подъезда вот эта. История животных это позже появились. Животные позже появились. Животные позже появились. Сначала греки. Их же не было еще. Потом животные. Потом одноклеточные. Потом. Так вот, три произведения. Они твоим рукам принадлежат. А вот как раз трахинянки. Это софокол. Ааа. Так что здесь. Чуть-чуть мимо. Мимо, мимо, мимо. Ничего страшного. Давай соврасовую. Соврасов. Накидай балл. Да, да. Какая из этих картин написана не вами? Ветряные мельницы. Поздние сумерки. Куры на задворках. Тоже наше название нового шоу женского. Вид в окрестностях. Ораньенбаума и радуга. Я радугу не поддерживаю. Ораньенбаум. Это, типа, ранний розенбаум. Я думаю, что я не рисовал радугу. Почему? Потому что у меня почему-то есть твердая ассоциация с соврасом, что он радостный и ничего не рисовал. Что, типа, небо было серое всегда, типа. Ну, что-то такое, да. Помните, игроки прилетели? Там откуда-то солнце из-за туч очень все блекло. А ты можешь самая яркая грачи у человека. Вторую картину какую-нибудь объяснить нам. Вторую? Ну, да, любую вторую. Потому что ты уже несколько раз на грачей отсылаешься. Да. А мы не знаем, а вторая какая? Вторая кура на задворках, я же говорю. А ты не снял, да, смотри. Ну, слушай. И давай твой ответ, радуга. Он же пейзажист. Типа, степь, луга. Как тогда курт нависал, они же бежали. А радуга что, не в степи, что ли? А грачей, ты думаешь, я приклеил, что ли? Приклеил. А мы не знаем, как оно было. Может, он просто видел в голове своей. Я всегда ждал, улетел и думаю, да, когда они опять все соберутся. Один балл. Сделай совать. А радуга почему не пейзаж? Ты же любил рисовать. А, потому что это, а, это тоже элемент приводия. Ты чисто по птицам, брат, смотри, куры на задворках точно ты рисовал. Конечно. Ветряные мельницы, там же птицы могут быть. Где мельницы, там и птицы. Вид в окрестностях, в окрестностях всегда есть птицы. В окрестностях? И там, где радуга, тоже могут птицы. Значит, все ты рисовал. Спасибо. Мой ответ радуга. Ну что? Твой ответ радуга, правильный ответ. Ветряные мельницы, это нарисовал Левитану. А-а-а-а. А радугу я рисовал все-таки. Ты рисовал радугу. Плакал, но рисовал. Ну и, собственно... Запамятовал. Прощайте. Ну и, собственно говоря, у нас есть же еще и поэт. И у нас есть поэт. Да, Василий, посмотрите, пожалуйста, на экран. Что из этого вышло не из-под твоего пера? Это название парикмахерских? Это конец 12 дел. Светлана, Людмила. Светлана, Людмила, 12 спящих дев и Дон Жуан. Я считаю, что легкий вопрос. Ну я тоже. Я боюсь сказать, что это очень легко. И это будет неправильно. Скажи. То есть поэт, как я уже в ВКонтакте отсылка, да, то есть стихами он завоевывал женщин. Я тоже думаю, он, как и я, через эту призму жил, вот эту поэтическую. То есть он явно соблазнял этих дам стихотворениями. Я думаю, он писал им точно. Но Дон Жуан... Так он был кем? Скажи уже ему, твоему дружку. Не буду. Не говори. Он на меня кричал. Реально орет все время. Ты ты орешь все время. Выбираешь Дон Жуан и правильно делаешь. Дон Жуан. Написал Байрон. 2 балла. Очень хорошо идем. Настолько, что мы вот, короче, вообще сбавляем интеллектуальную планочку до чисел. Раунд называется От сотворения мира. Задача в этом раунде абсолютно... Абсолютно невозможная, я так считаю. Назвать год вашего рождения по летоисчислению от сотворения мира. От сотворения мира в Звездном храме. Кто будет ближе... Ну, это невозможно. Тот заберет 2 балла. Только 2 балла разыгрываются. Итак, ваши варианты. От сотворения мира. От сотворения мира. А, ну просто вообще... Да, мы не будем вам говорить, как вообще работает эта система. Сейчас 7527, по-моему. Так, ну... А надо назвать, когда родился? Ну, ты очень... Ну, ты сказала очень... Да, да, год рождения, да. Это византийская система летоисчислений. И тебе нужно назвать вот в этом летоисчислении свою дату рождения. Да, я понял. Сейчас уедут от нас, я вам говорю. Леш, ты не слышишь опять меня? Я делаю вид, что я разбираюсь. Дим, объясни, как... Что я понимаю, о чем речь. Объясним, как считать. Ладно, давайте подсказку небольшую дадим. Сейчас 7531 год от сотворения мира. Дима почти про несказал. 31. От сотворения Дорождества Христова прошло 5508 лет. Это знают все, естественно. Добавляем 2023, получаем, собственно, да, 7531. 7531. 7531. 7531 минус 2000. Считает, сколько за такси еще должен. Так, я родился в 19 веке. И ты еще Цезарь заказывал. Да. Я умер в конце ДСК. Я умер в 19 веке. Я умер в 19 веке. Сейчас 7 тысяч. Сейчас 7 тысяч. Математика вонючая! Осталось 5 секунд. Нет, не отстали! Погоди, 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 стой, стой. Это сложно, пожалуйста. Сейчас 7531. Вот мы сейчас. Да, сейчас, сейчас. Ну сейчас обычный 7531 год. Ох уж этот год. А вы родились? Обычный 7531. А прошлый какой был? 7530-й-то? Да. Так, первый вариант. Листочки сдаем. Подождите. Вариант готовится. Ольга Николаевна, блин! Сухоу цили! Сухоу цили! У меня есть ответ. Да. А? 5 тысяч 324-й год. Ты ждал. Ты практически попал с разницей в 200 лет всего. 5 тысяч 124-й год. 200 лет и ровно разница. Нормально, это хорошая разница. Ну какой-то балл, да? Дай ему что-то обойдет. Бо тем числом, не походи. Он сказал, он сказал 5 тысяч хотя бы. Я вот, например, вообще ничего не поняла, как отвечать. Хорошо. Я вообще имею права. Да, пожалуйста, вы имеете права. Подожди, Леша, я торгую за ваши баллы. Да, давай, давай. Ты что, неправильно? Давай, говори. Василий Жуковский. 7 тысяч 230. Ты не попал на 61 год, ты промахнулся. Ну, это хорошо, один балл тоже, близко. Кто же два балла получит? Давай. 7 тысяч... Дима. 7, один... А, ладно, ладно. Я же даже сказала дату твоей смерти, если запомнила. Я сказала прям... Да не сбивай, Жуковский, какой же ты... Что ты рисуешься здесь? Давай пока... Давай собраться. Я в тебя верю, Алексей. 7 тысяч... Так. В народе... 420. А правильный ответ, 7338-й, ты не попал на 82 раза. Один балл получаешь, но два балла сверху мы даем Жуковскому. Он был такой. Он был такой. Следующий раунд. Какая связь. Сейчас на экране появятся три довольно-таки известных, легендарных персоны. Вам нужно найти что-то общее с одним из этих людей. Я могу предположить. Пожалуйста. Я думаю, что это Розенбаум и стихи, наверное, перепевалка песни. Логика хорошая, да, имеется. Один балл. Логика имеется... А второй? Это Оскар Уайлд? Или это... Елизавета Первая, Оскар Уайлд и Розенбаум. Правы, правы. Возможно, что Оскар греком был тоже. Оскар Уайлд был греком? Ну, Оскар имеется. А Уайлд? Да. А Уайлд? Что Уайлд? Я тебе про Оскар говорю. Ты что называешься? Один балл. Дикий Оскар. Ну, у нас Елизавета была греком. Я могу быть связан с Розенбаумом. Чем? Потому что я рисовал и кур, и грачей. У Розенбаума Александра есть песня «Глухари». Ой. И утки летят у него, понимаете? У него там все в птицах. Пипец. Ну, ты, конечно, лошадь, да. Я рисовал грачей, поэтому Елизавета первая, она ела курицу. А мне нравится. А мне понравилось. Почему? У него в творчестве много птиц. У меня в творчестве много птиц. Вторую птицу, кроме глухаря, назови его Розенбаума. А утки уже летят. Утки, да, хорошо, ладно. Так, кто-нибудь, что-нибудь. Есть еще одна версия. Да, давай. До которой я сам додумался. Короче… Ой, у вас тут камень… А ты его ушатал, брат. Ты качайся побольше. Я привык просто к каменным стульям, а это… А ты его… Короче, мне кажется, что Розенбаум и Аристотель, их объединяет то, что они были врачами. Точно. Абсолютно правильный ответ у нас от Аристотеля. Два балла. Каковы шансы, ребят, что вы вот какую-то такую мудрость изречете из себя? Ну, мне кажется, что мы были… Уже не Розенбаум. Мы были современниками с Оскаром Вайлдом. Ты правильно угадал персонажа, но не про то, что вы современники. Есть деталь… Есть. И она с ней уже звучала. И она с ней уже звучала, как… Вот вашей личности в этом схожей. Ты был и он. А, я размышляю, что… Соответственно, у тебя, Василий Жуковский, у тебя Елизавета Первая. Не-не-не, ну… Ну, вот тоже подумай, что могло бы… Там вообще, ну, там нет супер неочевидный факт. И мы тебе не как-то подсказывали. С Елизаветы сядь. У тебя ничего не получится. Подскажите. Да, у тебя не выйдет. Позвольте, пожалуйста. Чуть-чуть. Позвольте. Ой, посмотри на меня. Пожалуйста, ну, пожалуйста, подскажи. Смотри, в советское время, когда два человека начинали встречаться, у них начиналась любовь, это очень порицалось. По залету. Это все. По залету. Ммм, а, я предположил… Опять сам? Нет-нет, он сказал «позалету» мне слово «позалету». Это потому, что он Жуковский. Я просто знаю факт, что у Жуковского было два отца. Мы про двух отцов ничего не знаем. Еще два отца, подождите. Подожди, а мать не было там? Нет, ну у него очень… В общем, во-первых, не два отца, а родители один, а родители два. Вот, да, один балл. Все правильно, отлично. На нетркли, или что? Так. Дима тебе сказал «позалету». Позалету, они родились «позалету». И у них дети были «позалетные». Нет, они родились вне брака. Да, два балла, молодец, хорошо. Вне брака разделись. Дай ему еще балл. И Жуковский… Отжатьте все ему. Сказитесь уже, я уже не могу. Так, и Саврасов, давай, что тебя объединяет с Оскаром Вайленом? Я говорила этот факт про Саврасова сегодня. А, мы умерли в нищете? Может, вот это? Не, не, не из своей жизни, а. Мы побирались в конце жизни. В конце жизни оба пили и умерли в бедности и одиночестве. А, ну ты… Дайте эмоцию, что правильно, я сижу, у меня… Правильный ответ! Дайте эмоцию, помогите. Вау! Молодец. Спасибо. Спасибо. И я умер в нищете. Это круто. Ой. Мне кажется, столько волейболистки друг друга не подбадривают, как вы после каждого ответа. Шикарно выглядит. Вы просто сидят, я бы… Ладно. Это и есть рок-н-ролл. Следующий раунд, в котором проще всего набрать баллы. Это наш с Олей самый любимый. Самый классный раунд. Раунд ваших цитат, который называется «Это я сказал». В этом раунде участникам нужно угадать слово, пропущенное в их цитате. Начнем с цитаты Аристотеля. Аристотеля. Давай. Да, разрешила. Не лучше. Забыли. Для прикола. Ну, данным же баллам, он столько слова член всю жизнь говорит. Балл за член. Е. Но проблема в том, что не в члене проблема. Да. Ну, естественно, нет. Счастье – это расположение точки G в наиболее подходящем для меня месте. Это решило бы много проблем. Один балл. Это философия, ребята. Это философия. Но, а правильный ответ… Я не знаю. Но правильный ответ я не знаю, да. Любви. Ну, я… Вот, да. Это такое светлое, чистое. А можно я подумаю? Подумай, конечно. Души. Души, правильно. Два балла подумал? Молодец. Два балла получил. Я читал. Нет, души. Я ваш фанат. Я читал. Жуковский. У тебя цитата, конечно, просто… Француз – весел. Русский – пьяный. Повесел. Простите, я чуть-чуть деревенского вырвался. Один балл. Это все связано с юмористической составляющей. Есть такая черта? Вот француз – он весел. Потешен. Вы, короче, вот похоже слово, знаешь, вот, мне кажется, это черта русского характера, мы любим подкалывать. Вот человек, который это любит делать, вот он какой? Вот он дворничает. Эхидный. Нет. Дворничает. Ну, это сложно. Поверь, мы услышали. Любит подъегоривать. Вот. Любит подъегоривать. Вот одно слово теперь, одним словом. Шкодной. Нет. О, классно. А там не в рифму же, да? Нет, не в рифму. Там сложное слово, честно говоря, догадайтесь. Если бы сидел и рифму подбирал. Француз весел. Русский кресел, я хотел сказать. Давайте, если… Француз весел. Русский кресел. Один балл. Если хотите в рифму, это слово рифмуйте с… вежлив. Вежлив. Потешлив. Чего? Потешлив. Потешлив? Нет. Еще похоже на потешлив. Француз весел, русский с богом. Я тебе подсказала. Это такое юморное, да, с богом. Француз весел, русский язык. Один балл. Нет, француз весел, русский лодка. И весел, лодка… И весел, лодка, все с собой. Один балл. Может, он не закончил? Может, он француз весел, русский англский, французский, немецкий… А может быть, это была, знаете… Это зачитка была. Еще раз скажи, вот как ты чувствуешь это слово. Как тебе чувствую? Ой, да. Передай мимический ответ. Да, вот отыграй его. Француз весел, русский язлив. Смешлив? Язлив. Вот приставку добавь. Посмешлив. Еще другое. Присмешлив. Засмешлив. Еще еще другое. Осмешлив. Еще другое. Я положил это… Насмешлив. Насмешлив. Балл. Балл. Художники рулят. Вау, come on. Это не первый, не последний раз, брат. Все будет нормально. Дим, ты лучший. Когда-нибудь, когда-нибудь. И в твоем доме. Когда он в нищете умер. Когда-нибудь ты тоже нашими насмешлив. Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем? Тихо, мы следили за микрофонами. Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем ты это делаешь? Я нам замчу. Хорош. Мне не ловко. Нормально, прекрати. Ну хорош. Я просто быстрее понял, что вот это на. Да я понял, но смешлив там больше буков. Побойтесь богов. Чувак, чувак. Я тут не заправил. Да нет. Ладно, я рад за своего друга. Ну реально, он добавил на и выиграл. Поздравляю. Это же надо было подумать, когда есть уже смешлив. Это человек, когда я сказал Александр, сказал второй. Вот это гнида, посмотрите на него. Вот. Это он. Смешлив. И умда. Вот за весь ваш этот конфликт долгогравящий. Я в процессе балла давать не буду. Я потом как-то вам все это дам. Ну у Юсифа было побойтесь богов. Хорошая. Да? Я не слышал. Побойтесь богов. Невероятно. Побойтесь богов, дай балл. Не воруйте. Да. Не воруйте. Да. Е-мое. Любите маму. Ходите в теплом. Не, надо смешно. Надо смешно, потому что Костяков на обзоре потом ругать будет. А, точно. Понял. Как всегда. Костя Брасов, сколько в пейзаж березок или ели не сажай, что не придумывай. Если вот это не напишешь, значит пейзаж дрянь. Если небо не напишешь. Еще. Если небеса не напишешь. Еще. Мать, знаешь, что-то. Это, кстати, очень крутая фраза. Если поле не напишешь. Если степь не напишешь. Если дерево не напишешь. Если к двум не напишешь. Один балл. Если пьяный, бывший не напишешь. Приставки, приставки давай тоже туда. На, фо, за. Если второй не напишешь. Тоже не то, да. Если реку не напишешь. Если волны не напишешь. Не перечисляй слова. Ты подумай чуть-чуть. Да, давайте наподумать. Давайте. Послушай еще раз цитату. И представь себе картину. Понимаю. Пейзаж. Сколько в пейзаж березок или ели не сажай. Что не придумывай. Если вот это не напишешь, пейзаж, значит пейзаж дрянь. Россия. Поперек. Лес. Нет. Гору. Это на самом деле нельзя ни сфотографировать. Грач. Грач. Я не могу. Может, грач. Он написал чуть-чуть. Отражение. Ты затрахался своим грачем. Просто реально. Это знаете, как... Грач. Грач. Отражение. Это как группа Европ, которая только одну песню придумала и все. Если портрет... Это то, что нельзя написать на картине. Но если этого не будет, не будет России матушки. Пейзажа крутого не будет. Вот это вот наше. То есть это какой-то... Относится к пейзажу. Не к чувству, но это конкретно... Описание того чувства. Это есть вокруг Ели. Это есть вокруг Радуги. Если воздух не напишешь. Да, два балла, наконец. Можно? Да. Если воздух не напишешь, значит пейзаж дрянь. Ну это просто браво, блин. А на воздух. Я почему-то представлю... Смотри, не всегда работает Пушкин, не всегда работают приставки. Ладно, ладно, ладно. Это все вот в трахинянках все это было, да, брат? Я просто это... Хочу, если честно, ну как можно дольше проложить линию конфликта. Да? На! Два! 60 лошадей. Ударь его. Пей его хреном. Все, все, ну все, ну простите, пожалуйста. Ставьте лайк, если Жуковский токсик. Чего вы такие токсичные? Нормальный он, чувак? Да, реально. Почему ты представляешь, как с образцом девушка лежит на сеновале, она говорит, я люблю тебя. А он такой, может грач? Знаешь, просто внезапно. Грачи мне, то есть. Да, трахинянка, трахинянки, глава вторая. Если воздух не напишешь, секса не будет, он ей сказал. Тоже может быть. Если воздух не напишешь, то колесо не накачаешь. Так, про... Аристотель. Смотрите, давайте я прочитаю. Пожалуйста, спасибо. Тот, кто так и не научился подчиняться, не может быть хорошим командиром. А это законченное же все. Ой, подождите, извините, я сразу ответ сказал. Ай, да, 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 да. Училь, да, в институте, небось, училь. Я из деревни, если не подчиняться таких... Я знал это. Знал это? Да, знал. Но порадуйся за друга. Да. Я так же буду стревать. Прости, пожалуйста, прости. Стряну, я так же стряну, вот когда ты начнешь. Все, следующую цитату молчу, вот и до. Жуковский. Жуковский. Все. А может быть, пожалуйста, Аристотель, прочитайте, может, получится у вас так же угадать. Да, давайте, Аристотель, давай, просто сам читай. Давай. Слух. Слух. Юсик, слух. Слух, слух, слух читай, громко, рот открывай. Все, все. Полукруглая, это С. Счастлив, тот чей дом украшен скромной улыбкой жены. Угу. Хорошая версия, но не улыбка. Кто не подсказывает? Прости. Прости. Я пошел подсказал, прости, жены. Вот для чего это, да, оказывается? У меня есть, в душе моим. Я вспомнила цитату другую, известного человека. Собаке лайт-караван идет? Не тот, сейчас. Один балл. У меня так с вами скучно, что она уже... Она просто в контакт зажала. Она смотрит вчера, что не выкручила. Я просто точно, дословно, не тот счастлив, у кого много добра, а у кого... Много бабла. Вы еще брат не смотрели. Брат? Муж, муж, дверь, жена в дверь. Ты какую сказал? Бабла. Добротой жены. Бабла. Не тот счастлив, у кого много добра, а у кого жена верна. У чего? А-а-а. Скромный. А зачем ты сейчас еще это сказала? Потому что она никак не угадывала. Скромной верностью жены. Конечно. Скромной верностью жены. Блин, какой же я юркий. Ну что, никому ничего не давит, да? Ну я бы расстроилась, что я не знаю без жаворонков. Все правильно, да. Брата не знаете, второй раз не позовем. Просто такая подсказка, вы не знали, а не знаю, что еще. Саврасов, ваша цитата. Все. Жуковский, читай и сразу отвечай. Давай, пиши весну так, чтобы жаворонков не было на картине видно, а любимую женщину всегда было видно, потому что она самая прекрасная, красивая и невероятная, на которую хочется смотреть бесконечно долго. Она в зале? Прекрасную, любимую. Прекинду словно. Правильно. Да, прекинду. Один балл. Пиши весну так, чтобы жаворонков... Саврасов, ваша тема. Нет, это же не грачи. На картине не было видно, а слышно. Да, все правильно, два балла. Да, Юки, браво. Ну вот, видишь, супер. Орестовички их слышали. Да, аплодируем нашим участникам. Закончено. Здравствуйте! Здравствуйте! Рубрика «Что было раньше» — это специальная рубрика, в которой гость нашего шоу рассказывает историю про персонажа. А этот персонаж должен угадать, чем закончилась история. У нас сегодня плюс один великий русский художник на сцене. Встречайте, Ника Сафронов! Спасибо, спасибо, спасибо. Тоже видишь, сколько. С подарками. Это вам. Здрасте. О, Ника, спасибо вам огромное. А вот мы любим, мы знаем, как вас звать, чтобы с ништяками уйти. Чего это такое? Покажи чуть-чуть. Ничего не покажу. Это календарь не девятнадцатого века. Полярный заяцос. А есть еще таких три? Ну, один точно есть. Офигенно. Ничего себе. Да, мой дорогой. С кого начнем? Ну, давайте с Аристотеля. Давайте. Давайте. В центре. Просто шестуду. Аристотеля явился очень бойкий, развязанный молодой человек, который долго объяснял философу, что он от него хочет. И что он хочет учиться ораторскому искусству. Когда дошла речь до оплаты, Аристотель сказал, что требует с него двойную плату. Почему Аристотель взял с юношей двойную оплату? Опа. Чего я от него хотел так? Итак. Ты историю внимательно слушал? Там в целом логично. Вот можно сказать. На Зойливый юноша. Очень активный, говорливый. Просил, молил. Есть подозрение, что это был Саша Македонский? Саня. Саня. Ну, тут не надо указать, кто это был. Почему он два раза с него взял деньги? Потому что он был римлянин. Можно сказать? Потому что он был римлянин? Просто. Прикольно. Жестивый. Казань был римлянин. Скажите, скажите, Александр. Еще не было, да. У меня есть предположение, что первую плату он взял за обучение ораторскому искусству, а вторую – за терпение или настойчивость. Ну, блин. Ну, я думаю, что это, наверное, Никас. Вот, Никас, раз подойдите. Ну, да, да. Никас, ну, прочитайте правильно. Мы с вами цеховики. Дим, ну, право. Взял оплату за курс ораторского искусства первую, а вторую взял за обучение юноши умения молчать. Да. Два балла абсолютно правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идем Василию Жуковскому. Василий Андреевич Жуковский. Некоторые интересные факты из жизни Жуковского. Характеризует его как щедрого, доброго человека. Он проявлял абсолютное равнодушие к славе и лести. Но полнее понять этот образ поможет один случай. В 1840 году друзья Жуковского решили устроить ему обед, на который захотел прийти известный пожилой профессор. Но поэт отказался видеть его и вычеркнул его из списка гостей. Дело в том, что этот профессор сильно выводил Василия Андреевича из себя. Чем же так досаждал пожилой профессор поэту? Излишними знаниями. Как свино-то ел. Вполне возможно, кстати. Излишним, хорошее слово, но не знаниями. Излишним вот... Пока вы думаете, расскажу одну историю, которая была с Репиным. К Илье Репину, он ходил в пенатах, ждал гостей летом. И пришли три новориши из Петербурга. И говорит, Илья Ефимович, можно к вам обратиться? Говорит, пожалуйста, мы купили по случаю ваши картины, хотим вам показать. Говорит, пожалуйста. Они открывают. Он видит, что на одной картине изображен толстой, с открытки рыночной, срисованный. На второй бурлак с зеленой бородой. На третьей письмо, пишущее Султану, один из героев. Вот, с фиолетовым каким-то лицом и зеленым небом. Он говорит, где это взяли? Она говорит, там-то там. Она говорит, идиоты, треглоты, скоты, негодяи. Они заворачивают, говорят, зря вы, Илья Ефимович, отказываете от своих картин. Они совсем неплохие. Один балл. Василий Андреевич, вы были человеком щедрым, человеком добрым. И вот, собственно говоря, случай. Был гость, потенциальный гость ужина. И вы такие, нет, его не хочу видеть. По какой причине? Почему вот именно вот этого гостя... Причем в своем радушии и доброте. Может быть, он... Правильно. Был его поклонником? Мало. Сильно нахвалив. Конечно. И он восхищался им. И он мог бы его просто смутить. Абсолютно правильный ответ. Коллективный. Всем по одному баллу. Молодцы. Молодцы. Держимся. И остался у нас Алексей Саврасов. Саврасов. Может, что-то спросить хотите? Да, представьте, у вас сегодня есть возможность... Я вам расскажу еще одну историю про Репина. Давайте. А вы с ним знакомы были? Вы знаете... Самая любимая Саврасова, когда две истории про Репина. Я даже учился... Не в Репинском, а в Суриковском. Но история о Репине, он же великий был художник. Две истории короткие. Он идет, значит, в пенатах опять, но правда зимой. Идет он с Корнеем Ивановичем Чуковским. Я все знаю. И Корнеем Иванович Чуковский видит, как на снегу собака пописала. Пописала. Он автоматом раз снег и замазал белым. И вдруг художник хватается за голову, что вы натворили. Я третий день хочу наблюдать за этим янтарным цветом. Ну, вы, конечно, отмочили. Прекрасно. Один балл. Ну, в конце расскажу и идет, пока будем размышлять еще одну пару историй. Если еще вспомните... Саврасов талантливее живописец. Но как многих художников, он сгубил пьянство. Художники тогда пили. Владимир Гелировский так описывает жилье Саврасова. Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек. В каютке этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква. Товарищ, с которым мы пришли, попытался растолкать Саврасова тщетно. Пойдем, обратился он ко мне. Делать нечего. В дребезги, видишь, пропускает. Надолго запил, пропускает. По каким деталям товарищ Гелировского это понял? В дребезги что-то? Пьян в дребезги. То есть, все, он понял, он видит, что он пьян в дребезги, он спит на кровати вот так. И по какой-то детали он понимает, что это не на один день. Как он это понял? По каким деталям? Да, по какой детали он это понял? Он закусывал красками. Клюк разбросан по дому. Как можно просто лежать, спать? На коже были какие-то. Да, это интересней. А, что типа не убрал, не убрал. Клюква валяется. Димочка, ты хорошо сказал хорошее слово, закусывал. Но не краской. Клюквой? Жижи вот этой, где кисточку макают. Запивал. Запивал. Третья история про Репина. Давайте. Давайте про Репина. Одна женщина любила Репина как художника безумного. И как-то она организовала званый обед, и на этот обед она пригласила Репина. Они пообедали. И она говорит, Илья Афимович, между прочим, у меня есть ваша картина. Он говорит, что вы говорите? Да, на втором этаже. Он говорит, ну идем посмотрим. Они поднимаются, смотрят и говорят, ну извините, мадам, это не моя картина, дайте мне ручку. И берет, посередине пишет, Репин не Репин. Бойкая тетка продала эту картину дороже в три раза, если это был бы сам Репин. Она продала эту историю. Ничего себе. А два балла у нас получает за правильный ответ Клюква. Наш соврался, да? Клюква? Да. Он пил, кстати, всю жизнь, но... У него одна картина, и мы помним, «Грачи прилетели», который он писал, за бутылку писал копию. Он их сделал штук сто, наверное. Он приходил в кабак с красками, налейте, рисовал и отдавал тот, кто оплачивал. Он, получается, принтер? Да, да. Один балл. Не понимаю, за что я даю. Виктор Сафронов, вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо, что... Шикарное танцевание. Дополнительная история. Это просто вообще мечта, а не мечта. Спасибо вам большое. Ребят, у нас финальный раунд. Называется он «Что у вас общего?» Здесь вы должны догадаться, что объединяет всех персонажей, которых мы собрали на сцене. У вас есть время, у вас есть планшетки. Можно много вариантов писать. Мы были неравнодушны к няням. Ну, как тебе сегодня? Мне? Как тебе новенькие? Новенькие вписались. Кстати, вообще Алексей раскрылся. Я вообще с ним не знакома. А ты мне сказала просто... Я просто приехал с работы, и ты мне сказала... А кем ты работаешь? Возбудись. Возбудись, она тебе сказала? И я так сделала. Извини, где вы были? Да, да. Возбудись. И убежала. Да. Прозвучал джингл, окончание... Не, погоди, мы же болтали. Кто готов? Больше всех юсей подготовил. Сейчас я допишу. Начните с Саврасова. Давайте с Саврасова, потому что он в первый раз... Ой, я краской сом... Он это... Ой. Какие вы штуки изобрели крутые. Молодцы. Так, ребята. Начнем с Саврасова. Давайте, ребята, подводим итоги. Алексей Саврасов. Что же было общего? Что же вас объединяет, да? Первое. Любили грачей. Докажи, почему Жуковский и Аристотель любили грачей? Я тебе дам один балл. В Греции не было грачей. Оп. В смысле? А куда они летают? Откуда они прилетели, по-твоему? Ты что, Дубуина? А Жуковский? А грачи прилетели. А Жуковский и грачи где гоняют? В аэропорту. Специальные соколы тренированные, чтобы в турбину не залезли. Я не думал, что это, например, в супермал. Она тема в централе, что-то взорвалась, а Света виновна во всем казалось. Это откуда? Такие вещи знать надо. Это Антон Городецкий. Да. Один балл. Ладно, да. Что еще? Его не переспоришь никогда. Умерли в нищете. Хорошо. Возглавляли свою школу? Школа, автошкола именно Аристотеля. Так, Аристотель, давай послушаем твою версию. Я написал, что они преподаватели. То есть они преподавали, у них были ученики. Мы все знаем, что он преподавал философию, этику, логику и все, что на КУ заканчивается. Биологику. Химику. Химику. Политику. И физику. Физику. Товарищ бородатый. Саврасов Алексей. Саврасов. Учил рисовать. Учил рисовать. Ну и товарищ. Жуковский. Учил рифмы придумывать. Так, отличная версия. Хорошо, да, хорошая версия. Ну там какая-то пришла, знаете, муза пришла. Ты знаешь, что в стихах сложнее ответы давать? Поэтому я пишу просто так. Дайте Аристотель захочет, пожалуйста. И последнее, они родились все втроем в мае. Так, вот, то есть в один год, в один день. Хорошо, аплодисменты нашего решения. Сейчас как-то боязно, да, обращаться к Жуковскому, что там шесть страниц что-то потратили. Что нас объединяет, да? Знакомство с Никасом Сафроновым. Начал хорошо. А где рифмы? Что еще? Нет детей у нас. Это инфосотка? У меня был ребенок. У меня был ребенок. Так бы бал тебе дал. Ну слушай, а твой или... Мой-мой, я проверял. У него ровно такие же грачи. Ладно, 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 продолжаем. Ну я просто... Подожди, я по-моему... Я запарился за грачи балы давать, реально. У меня много версий. Конечно. Они все обожали серый цвет. Так, еще. Ну, нет, если это для вас хер... Не-не, шикарно, шикарно, шикарно. Сразу видно новичков, да? Я любил черный, потому что... Держись, держись. Он раду говорит того. Держись. Держись. У всех есть буква С в фамилии. Угу, нормально. Любили обувь коричневого цвета. Сколько у тебя листов там таких-то? Предупреди, прослушайте. Обувь? Слушай, с носками это обувь. Блин, с носками это... Вот, вот, мое любимое предположение. Они все занимались сексом без презервативов. Вперед! Ну, кстати... Я уверен. Вы обалдели, презервативы изобрели еще до Аристотеля. Давай, 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 посмотри, должно тратиться на них. Презервативы очень давно. Изобрели очень давно. Да нет, ну ты посмотри, реально, ты, блин, какой? Ты максимально не презервативный чувак. Я могу нарисовать секс, и ты будешь его чувствовать, понимаешь? Сгра... А грачи будут на картине, где секс? Парочку нарисую сбоку, если честно. Вот там на дереве смотрят. Если честно, будут. Может быть, я продолжу? Если кому-то это неинтересно, просто свалить. Василий, пожалуйста, Василий, умоляю. Чистили зубы деревянной палкой. Василий, а можно вас попросить выбрать один центральный финальный ответ? А вы по гигиене, да, идем пока? Я называю это кисть. Вы зубная щетка. Ладно. Все любили посидеть с удочкой. Извиняюсь, до того, как придумали рыбалку, просто раньше с удочками сидели вот так вот. В пустыне. В пустыне. В пустыне. Когда-нибудь мы придумаем, что с этим делать. О-о-о. Так, ладно. Не, ну, я еще в этом право. А сколько же лесов? Нет, все, один остался. Слава Богу. И они уважали друг друга. Браво! И уважали. Очень сильно уважаю вас. Я тебя уважаю. Мужики. Мужики. Давайте поклянемся, что бы не случилось через год здесь собраться. Все, давайте. А может такими с удочками поедем посидим? Да, вот точка удочки надо спрятать. Не могу согласиться, тебе бал дадут. Но в любом случае я тебе балл суммарно дам за все твои идиотские версии. Ты прям накатил в такой-то момент количеством. Удочка кайф. Но при всем этом... Ой, давай с тобой... Временегреческая удочка, вот она. Давай с тобой определим. Мне кажется, что было. Я хочу сказать, что Саврасов был близок. А Аристотель прям вообще уже точно. Может быть, Саврасову бал дала за близость. А Аристотель точно два балла. Это 100%. Вы что, имели учеников? Я поглядя. Не просто учеников вы имели, а известнейших персон. Вы были наставниками. Аристотель, мы это говорили сегодня, да? Александр Македонский? Македонский. Говорили. Говорили мы, что Жуковский был наставником Пушкина. Упоминали вскользь. Я тоже не знаю. А Саврасов учил Исаака Левитана. Я же называл. Итак, здесь один балл за то, что был близко. И абсолютно точно ответил Аристотель. Это два балла. Аристотель, два балла точно. Там прям было круто. Там попадание 100%. Поздравляем! Дима Журавлева! Бам! Ты че? Ну ты прикалываешься, блин! Спасибо! Спасибо! Димочка, ты супер! Букварини. Бам! О, и К! И, 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 эс! Мне нужнее, чем тебе! А хватит кормить Афины, понятно? Ой, тут футболисты. Круто. Леш, а в целом, как тебе сегодня у нас? Кроме Димы остальное. Как остальное, кроме Димы? На этом мы заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо зрителям. Спасибо, ребята. Дима, Леша. Дима, Алексей, 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 Алексей. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok My last week.